АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потом уехал на Губу. Три года там прожил. Это было у меня, дай бог памяти, я 14. Да, друзья, простите. Саш, извини, я тебя перебью, я ремарочку делаю, да? Перед вами человек, которого в пионеры принимал лично Рауль Кастер, между прочим. Нормально? АПЛОДИСМЕНТЫ Да, дружочек? А фоточки кто мне показывал с Раулем, как он тебе галстик повязывал? С Раулем бы... Это мама твоя показывала мне фоточки эти. А ты забыл. Сколько нет человека знаешь, и такие вещи в группу привезли. Ну так, там у меня появились первые нормальные сажалибы. Мою первую ящерицу я приехал с жутким плюсом. Прилетел туда. Или там провес? Хуже. Меня утром потащили, вырываясь зуб, и я прохожу, а Норис бежит в помойку. Я вспомню, аааа, кроводол задел. Это уже в Москве. В каком Москве? В Гаване. А Норис. Я вырослите в Москве, а Норис лежит. Мне потом долго-долго вспоминает, что я позорил всё это. Здесь советский совет. Поповойка в шарице. Как всё будет? Хорошо там будет? Хорошо. А вы сейчас? Хорошо там, где пас? Нет. Поскольку со временем у меня, как говорится, напряг, я попробую всё-таки посокращаться. Но попытки оформленных, скажали мы так. Что-то такое впечатление, что фольги. Отлично. Нормально? Остарали мы так, чтобы они напоминали животное местопитание, содержащиеся в неволе животных. Предпринимались давно. Но впервые в отечественной литературе описание этих террариумов делал известный туралист, туризатор, кстати, ленинградец Марк Галюшиманов. В своей брошюре, вот этой, «Террариум», он ввёл термины «Террариум» и а то «Террариум в пустыне» и так далее. С тех пор многие террористы употребляют эти термины. Но вот с этого времени очень много изменилось. Изменились животные, оборудование, технологии и так далее. Но для вас в понятии биатум я думаю, что не пустой звук, но всё равно. Что это такое? Биатум называет участок внешней среды, характеризующий определённым облицом условий, климат, почва и так далее. В которых обитают на воле те или иные виды животных. Стремление создать для наших питомцев соответствующие их потребностям условия содержания, желание точнее знать причины возникновления особенностей данного вида животных. Короче, задача увидеть данный вид в его естественной среде приводит к мысли устраивать в террариумах определённые биатопы или подобии. Но с моей точки зрения всё-таки биатопы аквариум и террариум надо брать в кавычки, потому что полностью мы не можем сделать настоящий биатоп. Но в принципе можно их опускать, чтобы не перегружать и доклад, и принципы литературы. Кстати, о животных я сегодня разговаривал с кадетой из Питерска. У него содержится несколько видов шипохвостов. Самый большой живёт в покойниках в обычном террариуме пустыне, а самый маленький, самый шустрый, для него метр двадцать террариумов мало. Для него сделана специальная стена, где он под самым потолком сидит на этих кирпичах. Вот насчёт декоративности биатопов. Но я уже говорил насчёт анолицев в помойке. В Южной Африке и на Мадагаскаре хамелеоны пребывали пустые вокруг помоек, и на Мадагаскаре вообще туалетов таковых нет. Все идут вместе с обрывками бумажек и листиками на ту же самую помойку. Там сидят в большом количестве хамелеоны. Хотите вот такой биатопов? Нет. Вот эти вот. Тихончики. Обитают в подстилке среди листьев попавших и разных полуразложившихся колянов. Тоже, в принципе, для них это хорошо, но, согласитесь, квартиру ваших не украсит. Александр, можно вас чуть-чуть беру? Это необходимо демонстрировать, по крайней мере, в океанаре, в зоопарках делать какие-то экспозиции? В океанаре мы даже иногда делаем экспозицию из купилок, в ванных каких-то, чтобы привлечь внимание к проблеме. Ну, в принципе, да. Да, привлечь внимание к проблеме отсутствия желалетов в ВДС. Ну, одно дело, когда животные переселяют в собственные, скажем так, инициативы поисков коронавровой базы, да? Известно в какие-то другогенные условия. Другое дело, когда их, естественно, среда обитания уничтожается, им ничего не остается, как адаптироваться. Ну, в данном случае, например, те же самые хамелеоны, это их. Кому больше выбор, а это? Их выбор. Вот наша любимая предкоечница. Я не знаю, насколько вам видно, но я ожидал больше экранов. Встречается в лесах, в горах, на крайних болотах, в полупустыне. И естественных биотопов. Рядом с жилищем человека, кладбище, пашни и так далее. Кладбище тоже не особо, наверное, красивый террариум биотоп. Хотя, может быть, и кого-то. Ну, почему? Еще красиво. Следующая проблема при оформлении террариумов – поиск необходимых растений. Вот, коллеги говорили насчет бромерии. Далеко не все можно привести. Вот это вот практически все растения, которые вы видите на искусстве. То есть вы, закупая бромерии, не можете, ну, процентов, наверное, на 80. Это искусственные выведенные формы. И опять тоже говорить о том, что это биотоп – очень сложно. Бамбуков свыше 150 видов. Родина их – Япония, Юго-Восточная Азия. Но они непонятным способом умудрились проникнуть по всей теплой зоне земного шарика. Даже в Мадагаскар, где, в принципе, есть некоторые виды, которые приспособлены к жизни именно на бамбуках, Бамбук – не родное… Точнее, Мадагаскар – для них не родное место. Это теория данной жизни. Стволы Бамбук имеют разную окраску, разную форму, даже квадратные есть. Естественно, подобрать, если вы хотите сделать, например, мадагаскарский теннеллер для мадагаскарских, например, ура… Ну, к примеру, лениатусов. К примеру. Вот. Как вы будете выбирать сами бамбуки? Их бамбук – 4 метра высоты и больше. То есть, получается, что вы должны использовать обрезки и подбирать какие-то похожие карликовые виды для того, чтобы посадить храну. Пальмы – любимое растение для многих животных. Либо обрезки стволов. Правда, некоторые мелкие пальмы я умудрялся выращивать в течение нескольких лет. По-моему, Женя видел их у меня. Вторая с высотой 50 сантиметров. Там 2-3 года они жили. Все нормально. Просто под конец я от меня надоел и им надоел, потому что я их обрезаю. А финиковую пальму – она уже первые 2-3 года будет больше метра высоты. Фикусы – тоже растение очень популярное при оформлении. Они тоже юго-восточные. Из юго-восточной Азии. Но, скажем так, в северных широтах только, пожалуй, не встречаются они сейчас. Кстати, вот это – наш любимый фикус Бенджамина, а вот это – он же сад. Пашки, я буду рассказывать. Это района пустыня. Женя, узнаешь конкурса? Да, конечно, это ЗОСВЕР. Это Данилов. Да, Мельников, виноват. Десятый год. Мельников, да, это район Мельникова. Там даже ресурсы. Самое лучшее было район на выставке. Да, что только у нас пустыня. Это природная зона. Я буду давать краткие определения в зонах. Характеризующие под имущество, ей полностью равненно поверхностью, разреженностью или отсутствием флоры и специфической фауны. Пустыня занимает умерение северное полушарие, субтропические, тропические, климатические пояса. Кремль здесь резко континентальный и просто континентальный, с очень жарким летом, холодной зимой. Я могу на себе испытать, работал в Туркмении в апреле, днем раздеваясь до шорт, вечером свинтер, телогрейка и выходишь все покрыто из воздуха. Температура за сутки может колебаться в пределах 50-60 градусов. Влажность воздуха днем от 5 до 20 процентов, ночью от 20 до 60 процентов. Это, кстати, такая разница в лаванности дает возможность животным и растениям жить. Потому что за ночь роса выпадает, соответственно растения получают влагу, животные могут пить. Различались песчаные, каменистые, глинистые, салтиковые и арктические пустыни. Полярный климатический поиск, но последние, естественно, не для нас. Есть кто-то, кто хочет завести киньки? Правда, не пахнет. Нюхали! В песчаной пустыне бывает с подверженным закрепленным песком. Весной пустыня меняется. На непродолжительный срок она покрывается цветами. Это эфемеры, которые живут буквально несколько месяцев, а то и меньше, там, 2-3 месяца, не больше полугода. В остальное время на закрепленных песках произрастают различные кустарники и травянистые растения. Теперь берклюжие колючки перекатит поле. Довольно широко распространены различные златовые, в том числе и осоки, обладающие хорошо развитой корневой системой. В тропических пустынях растут кантуса молоща и прочие сиккуленты. На закрепленных песках обитают аганы, сцентки, иконы, круглоголовки, вараны, черепахи. Это вот из Туркмении. Это круглоголовка ушастая пьет воду. На нее попадают капли воды. И вот она в такой позе стоит, так, чтобы вода стекала вброд. Черепахи очень забавно пьют. Они делают узенькую щель, в меру, через тяги, и всасывают кожу. В незакрепленных песках живут различные роющие яйца, ящерицы, сцентки, круглоголовки. В местах, где есть растительность, можно встретить черепах. Много змей способны взрываться в песок. Роющий вид, несмотря на приспособность к сухой среде, нуждается во влаге. Несмотря на отсутствие слоя влажного песка, если живот не может дойти до него, докопаться, то оно радо не поздно погиб от обидора. Мелкие виды круглоголовок без опрыски не выживает буквально несколько дней. А при транспортировке в сухих пешках погибают в течение пары дней. Вот этот вот аптечный цирк, который ко мне пришел, был настолько обеспожен, что у него выпирал хребет. Правда, в попытке привести его в надлежащее округлое состояние не удалить, но он прожил несколько лет спокойненько. Но вот с таким хребтом он так и остался. Для создания подобных песчаных пустыней, закрепленных песком, потребуется относительно невысокий террориум в большой площади дна. Ну, товарищ Гатилов сегодня будет это демонстрировать. Ну, что я могу сказать? Я не буду рассказывать, чего надо для этого террориума, он сам расскажет. Не расскажет? Не прописаны, не прописаны. А, не прописаны? Когда буду говорить? Сухой мелкий песок, лишенный пыль. Правда, разбивают в песке различные цветов. Красный характер для многих тропических пустых, например, черный. Ну, то есть вы подбираете уже по своему усмотрению, что вам надо. Кстати, вот так вот выглядит террориум с точки зрения обывателя. Борода Теоганны из Австралии. Кроме того, пластмассовые какусы. Но народу нравится. Вот тот самый террориум, который был в самом начале. Очень хорошо сделан. Очень хорошо подобран фон. Фотография. То есть вот действительно смотришь, как будто ты видишь, сидишь в пустыне и через бинокль наблюдаешь за его жизнью. За ее жизнью. Выбывает в разных цветах. Ну, это, конечно, с моей точки зрения, извращение, переходящее в аквариумный дизайн с дорожками. А вот если вы хотите что-то получить от своих животных, значит, вот этот вот тоненький слой песка – это для того, чтобы заснять вам. Он был красивый. Несколько дней он побыл. Выставили на выставке, сфотографировали, все. Поместили. Выменяли фотографию в альбоме. Счастливы. Но я уже говорил, что пустынным жиром – влажный песок. Поэтому необходимо совершенно изменить способ изготовления этого края. Обязательно нужна влажная камера. Вы ее можете зарыть в грунт, чтобы не было видно. Вот так выглядит террельмс с возможностью увлажнения нижнего слоя. Делаете либо из трубки, либо из пластиковой бутылки. Видно вот это самое? Угу. Делаете такое вот устройство, засыпаете в него гравий, насыпаете все это князком. Сверху крышечка, чтобы туда никто не забрался. И время от времени подливаете плаву воду, чтобы нижняя часть была влажной. Ну, не надо, чтобы у вас было болото. Ну, где-то сантиметра два – вполне достаточно. Все террельмы в пустыне требуют очень хорошей вентиляции, отсутствие сквозняков, достаточно высокой температуры с возможностью ее снижения ночи. Как я говорил, что перепады достаточно большие, поэтому в зависимости от того, какое животное там содержится, что ему надо, вы, соответственно, подбираете помещение, где это стоит. Если вам надо, чтобы ночью было 14 градусов, то, соответственно, этот террель должен находиться в помещении с кондиционером. И причем не каждый кондиционер это сможет потянуть. Обязательно нужен очень яркий след. Обязательно нужен ультрафиолет. Причем не надо забывать, что любительственные ультрафиолетовые лампы новые бьют до 40 сантиметров, обычно где-то до 30. Обязательно необходим отражатель. Без этого большая потеря ультрафиолета идет. Как вы будете устанавливать это, чтобы не портить дизайн? Это уже важно. Проблема можно задекорировать, например, какими-нибудь корягами или еще что-то такое. Кстати, в пустынях камни, как биотопы, это равен в пустыне, камни используются очень неудобно, потому что если песок движется, например, баканный, то просто эти камни у вас через некоторое время будут засыпаны в природе. Соответственно, это не биотопыра получается. В продаже бывают комбинированные лампы, они дорогие. Как они долго работают, я сказать не могу, потому что отдавать там 4-5 тысяч на попробовать никак не будет. Но они пробивают до метра. Я купил на пробу лампы галогенные, действительно дают ультрафиолет и А, и Б, но больше месяца лампочка не живет. Если на АИ она вам обходится где-то полторы-две сотни за лампочку, то в магазовом магазине, я думаю, что она под 500 будет. В любом случае, все эти лампы должны быть под защитным полпаков, и не дай Бог, туда попадет хоть капелька воды при опрыскивании, будет взрыв. Обязательно необходимо опрыскивание, поилка не нужна, животные пьют только капельку воды, либо ручеек, если будет. Но это пустыня с передвигающими песком, это невеально. Кроме того, ящерица практически моментально в вашу поилку засыпают песочком. Переходим к каменистой пустыке, я уже сэкономил некоторое время. Представляет собой смесь мелкого песка, камней различной формы и размера, наиболее распространенный тип пустынь. Это, кстати, типичные животные. Это ящерочная змея, а это какая-то измережная змея. Они живут в каменистой пустыне. При оправлении такого готова необходимо помнить, что окрасной камней типа гальчика там нет. Камни должны быть, с одной стороны, неправильной формы, зато они не имеют острых граней, чтобы животное не поранилось. Без всяких красивых включений. Очень часто геологи дарят для украшения царайлов, аквариумов, красивые камушки со всякими блесточками. Ни в коем случае нельзя использовать, категорически нет. Потому что вы можете и в аквариум рыбу положить, и в террариумы сдавить. Из России произрастают только лишайники и различные суккуленты. Уход, уборка мусора, минимум двукратное опрыскивание грунта и декорации. Даже как пустыня Песчарная. Очень красивый террариум такыр. Да и не солнечковая пустыня ВЦХ образует такую красивую сеточку. Среднящие называют их такырами. Здесь произрастают различные астоки, эфимеры, солярки, различные суккуленты. В южных пустынях растут капусы и молочаи. Для получения такырного узора на дне террариума укладывают куски фанеры плотного картона или арголита нужного размера. Чистую глину разводят водой до консистенции сметаны. Перемешивают и наносят на подложку толщиной 2-5 см. Пальцами и шпатерями формируют необходимый латшар. Туда можно заткнуть какие-то веточки. Затем глину высушивают с помощью мощных флаг зеркальных. Где-то порядка двух недель длится процесс, пока вся поверхность не покроется сеточкой. Если вы случайно хорошо польете так вверх, то у нас опять превратится просто в пустыню глинистую, с ровным слоем глины. Можно держать любых пустынных животных, в том числе и роликов. Они туда просто забраться не смогут и со мной. Опять тоже нужен ультрафиолет мощный, вентиляция. Солончаковая пустыня красивая штука, но не для нас. Растения почти никакие там не растут. А вот это более интересная, тугая влажная часть в пустыне. Вдоль каких-то водных объектов на расстоянии нескольких десятков, может сотен метров. Грунт влажный, воздух влажный, соответственно там совершенно другой микроклимат. Здесь и флора, и фауна резко отличаются от той, которая находится рядом. Растений очень много. Леса образованы такими некрупными пустарниками. В основном это ежевик, различные ивы, другие пустарники. Они все перепределены различными растениями. Вдоль берега заросли красняков. Здесь различные змеи живут, бараны, ящерицы, встречаются земноводными. В природе многие животные живут рядом с растениями или на растениях с колючками. Но это в природе. В неволе проблема немножко другая. Испугавшись, ваша ящерица рванула в сторону и напорвалась на мощные колючки. Желаю ей помочь, террормист заезд террорем и наткнулся на эти колючки. Поэтому лучше это все не использовать. Вот это вот из природы. Степи. Степи называются равнина, сплошь поросшая террормистой растительностью, а также кустарниками. Степи расположены в умеренности в тропических зонах обоих полушарий. Для степи характерно почти полное отсутствие деревьев. Посадки не все. Степи бывают горными, луговыми разнотравными, ковыльными и пустынными. В луговых горных характерно большое количество травянистых растений. В дексерофильных это дерновидные лаки, типа ковыля. А вот в пустынных это полыни, пруднях, эфемеры, перекати поля. Почва либо чернозем, краснозем, бурозем. И вот для пустынных областей характерны пески. Климат континентальный, сухой воздух, часто дуют сильные ветра, зимой буран и метели. Осадство больше от 100 до 1000 мм в год. В северных властях температура отрицательная, выпадает снег. В теплое время в годы суточная температура может различаться на 15-20 градусов. Тоже надо учитывать при содержании и разведении редких и капризных видов. Редняя температура может подниматься до 50 градусов. Но чтобы они не очень осознавались, я могу сказать, что у меня на балконе в Москве температура до 60 градусов. Зимой температура может изменить минус 50 градусов. После дождей получается вот такая вот наша, кто в южных степях бывал, наверняка я с этим сталкивался. Особенно на термоземе. Никакой трактор не поможет. Степи имеют разные названия. В Южной Америке называется Ильянас Пампо Кумпасе. Для Австралии, для Северной Америки это прерия, для Новой Зеландии это соки. Австралийские и африканские степи называют саварками. От обычных степей отличается тем, что там, во-первых, два сезона, обычно четырех, и растут растения. Чтобы оформить террариум растения, для степей характерно огромное количество различных насекомых, поэтому Киркотопауна здесь очень развита. Здесь много видов ящериц, змей из хвостых земноводок, типа жар, чесночь, некоторых лягушек. В жару животные прячутся в норах. Терраем степь, очень привязан по устройству в терраемой пустыне. Чтобы сделать сосокшую стерню, берется ящик, насыпает туда пророченный овес или показанная трава, дает возможность подрасти до нужного размера, потом это ставится в непосредственный терраем, засыпается в кусочках, и прекращается поле. Все это превращается в порухлую травку. Но в таком терраеме проще животное держать не стоит, потому что они точно эту дернину разберут. Можно использовать дерн, тоже так, поиздевавшись над ним и засушив. Но можно использовать и в продающихся цветочных магазинах различные злаки. Они бывают разные. От помпасской травы до 4 метров высотой. Император, она помельче, около 80 метров, есть более мелкие. В принципе, возможно подрезкой формировать, обзовет так крону, чтобы она не особо выпирала и стреляла. Их нередко называют пушен. Листья у растений мелкие, нередко пушеные и мелкие. Деревья пустарники, оплетенные эпифитными растениями, ядами, часто колючими. Кровянистый подпровок очень высокий, а в лесах, наоборот, низкий. Во влажных местах возрастают ассотки. Листья трав также узкие, покрытые волосками и зелье восковидным на лёгках. Муки лишают и встречаются только на деревьях. Климат заванокотенитальный. Во время равнодетствия, когда солнце находится в зените, температура сильно возрастает, вода в морях и озерах сильно испаряется, образуют грузовые тучи. Начинаются ливни, превращают в жидкую груз. Такой период может длиться до 9 месяцев. С начала дождей растения начинают бурно расти, природные становятся готовыми к размножению. В сухой период земноводный просмыкающий предпочитает бурно-фильмы по ночам, а наиболее древние платья зарываются в почву, там впадают спячки. Характером представителей земноводных, то есть в особо чистое, к засуху являются лягушки-водоносы. Имитация биотопа. Внешне они похожи на устройство натуральным стильм. Туральное растение высаживает из грунт. Подклеившие лампы размещают плоские камни или толстые ветки. Водаём достаточно большой, чтобы в нём могли поместиться животные. Укрытие напоминает ограбождение плоских камней и пуски коры. Можем поместить ветки и акации, но не надо больше они колючие и соблюдать осторожность при обслуживании района. Земноводных очень много саваннов. Это Америка, это Африка. Америка, Африка. Террариумы должны быть достаточно большими. Высота зависит от размеров как растений, так и животных. Освещение сильное очень. Террариум вентиляции очень хорошее. Можно устанавливать систему автоматического полива. Фоновая температура 25-28 градусов. Подклеившие лампы до 40 градусов. Обязательно подклеившие лампы. Луга. Характеризуется господством многолетних травянистых растений, образующих гернину, образованных переплетений между собой корнями. Луга находится в местах с достаточно биоязычным увлажнением. Различают материковые, пойменные, они же заливные. Грунт террариумов. Грунт террариумов. Либо Песок, либо смесь с землей, торфом или кокосовым грунтом. Все зависит от того, из какого места были пойманы животные. В грунт выставлены различные травянистые растения. Можут использовать терр. Водаек большой, чтобы в нем могли тоже купаться животные. Подклеившие лампы кладут в плоский камень. Почва должна быть обязательно рыхлой. Воздух не очень сухой. Температура 20-25 градусов. Обязательно на дно насыпают слои листьев. Практически любой лес, как вы знаете, без листьев на земле не обходится. Нужен интерфиолет. Греющие лампы над пеньком размещают. Есть своя проблема с растениями. Не все выдерживают зиму. Поэтому либо надо мириться с этим. Либо подбирать что-то похожее из многолетних неопадающих растений. Типа клеща. Поехали. Поехали. Необитательно использовать природный камень. Можем вполне в магазине купить и готовить. На камнях растут различные решения. Кимки. Могут прикрепляться папурки. Плющ. Очень хорошее растение. Болото. Тоже самое террорист с выставки. Это практически тот же самый лук. Только с значительно больше увлажненным. С большим водоемом. Высаживаются болотные растения. Различные плавающие растения используются. Но для плавающих растений необходимо много света. Плюс плавающие растения одновременно хотят высокую гладкость и хорошую вентиляцию. Многие аквариумные растения подходят для этой цели. Вангровые болоты. Буквально несколько слов. Сейчас начали появляться в продаже различные крабы. А на лице. Листые прогуны. Для них обычный аквариум, конечно, не интересно устраивает. Но если у вас есть большое замягчение, где можно поставить опять-таки большой и высокий террориум, то можно попробовать сделать мастровые болоты. Выбина водоемчика должна быть не меньше десяти сантиметров. Делаются перепады грунта. Вот как здесь. Это взято из интернета. Но если не на следующий день, но в ближайшее время песок течет. Это всем аквариумистам известно. Мангары купить сейчас через интернет несложно. Поскольку у них очень мощная турнировая система, то лучше использовать корзину для прудовых растений. Можут содержать различные виды крабов. Это мангровые, разрывные, манящие крабы. Правда, честно говоря, у меня нет дома такого места, чтобы можно было поставить для мангрового аквариума. Поэтому мои манящие крабы живут просто в Икеевском отсаднике с песочком, с хорошей неплохой фильтрацией. Живут достаточно давно. Грудь должен быть мягкий, мелкий. Как правило, это коралловый песок, не более миллиметра величина зерна. Вот кто что там может содержать. Так, и... Терариум для древесных животных. Мы уже сегодня один видели. Пожалуй, самый декоративный, самый красивый терариум. Там можно подавать огромные края и стирать тварей. Для них... Для этих животных характерно то, что они большую часть проводят либо на деревьях, на ветках, либо ведут полу деревесного образа жизни. Вот, например, Боу Питтон, он обожает... Он может жить как на земле, так и на ветках. Зеленый питон на земле жить не будет. Для него нужно обязательно горизонтальная ветка. Дневные деконы живут либо на скволах деревьев, вертикально поставленных, либо на бамбуковых скволах. А вот этот геотомк, так само, кристаллазовым древолазом. Далеко не все лазают по листьям и по деревьям, а ведут, как правило, по древескому образ жизни. Обязательный терариум должен быть высоким. То, что кубик был 45 на 45 на 45, это, честно говоря, маловато. Подобрать те же самые растения, те же самые коряги для этих нескольких сантиметров, нескольких десятков сантиметров будет сложно. Ну, хотя бы 60 сантиметров. Это попытка на Ройске сделать терариум орхидей. Это мои банки. При хорошем опрыскивании растения очень быстро растут. И, ну, действительно, где-то раз в неделю, две, надо брать ножницы и обрезать все это. Иначе у вас получается, ну, подобие джуманджи. У меня фикус кубилов умудрялся проходить сквозь сетку и заливал стены. Вот многим древесным животным, по крайней мере, ящерицам надо вертикально установлены. Вот так вот выглядят те самые бромерии в природе. Бромерии очень хорошие растения, но, опять-таки, как я уже говорил, найти очень сложно мелкие, в то же время, природные внешности растения. Как правило, это либо красные, фиолетовые и так далее, там, квадратные, пятнышку, пупырышку. То, что продается в наших цветочных магазинах, как правило, это очень крупные, то есть стильные, либо деляйцы. Ну, так, для кого-то оно может нравиться, но мне, например, я считаю, что это не особо привлекательное растение. Хотя цветут они великолепно, во время цветения они покрывают слегкой свою такую серенькую внешность. Орхидеи выращивать можно, не все далеко. Они очень легко вымокают, поэтому вот так вот здесь на потах орхидеи вешают, конечно, ногами. Поэтому вода, попавшая на нить, через листья стекает, а не попадает в треневую розетку и вызывает тень. Вот эта вот очаровательнейшая штука, теряется и усмеоидость, или исландский моб, к сожалению, в большинстве терапевтов не растет. Ей надо очень-очень хорошей вентиляции и очень-очень много воздуха, очень-очень много влаги и, соответственно, много цвета. Орхидеи во время цветения очень часто цветут, но во время цветения вот тут тоже проблема. Вода попадает на цветочек, на лепесточки. День-два, все это сгнило, в комнатах они настолько стоят. Поэтому надо либо как-то форсунки поворачивать, чтобы не попадало на орхидеи, либо как-то заворачивать эти орхидеи на время полива. Но представьте себе, если несколько раз в день вы поливаете автоматически, то смысл автоматического полива практически уже не имеет. Серегинелы далеко не вырастают в таких королевах. Им надо очень хороший длиннаж. Серегинелы хорошо растет на подоконниках, на камнях, во влажных террориях растет очень плохо. У тебя лет пять с ними бился, месяц за 7 минут. Короче, они победили. Я их больше не хочу покупать. Все, я заканчиваю. Вот различные мелкие сорта или бамбука. В таком террории, где обязательно водоем, либо большой, либо хотя бы вот такой. Некоторые животные не спускаются вниз. Вот, например, взрываются с удовольствием, отмокали именно в парку бронейли. Дерево путешественников. Отличное место для содержания различных фейзов. Мадагаскарских грудин гиконов, змей. Использовал свои фото. Из интернет свободно. Также мне Владимир Каштай из Краснодара дал часть фотографий. И Мария под ником Тартуга из Пеляева. Тоже мне отдала фотографиями. Огромное спасибо. А вам тоже большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ